Сегодня в Магнитогорске на базе МГТУ открылась 16-я международная научная конференция современной проблемы электрометаллургии стали. Ее главными организаторами выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, Магнитогорский государственный технический университет и Южно-Уральский государственный исследовательский университет. В четырехдневной программе конференции заседание секций семинара экскурсии. Подробнее в сюжете Галина Смирновой. Уже сам порядковый номер этой конференции, она 16-я по счету, свидетельствует о ее насыщенном прошлом, о богатых традициях. Зародилась научно-практическая конференция электростали плавильщиков в середине 70-х годов в Южно-Уральском государственном университете, тогда Челябинском политехническом институте. И с тех пор проводится каждые три года. Она всегда была таким объединяющим местом всех электрометаллургов в свое время. Советского Союза, сейчас России и зарубежных стран. Это подотрасль стареплавильного производства хорошо развивается, довольно бурно. Вот еще 10 лет нет, как на ММК появился электростали плавильный цех. И есть что доложить, есть чем обменяться новинками в теории, в технологии развития этих процессов. Магнитогорска, точнее наш государственный технический университет, впервые стал базой для проведения встречи электростали плавильщиков. И, конечно, большую роль в этом сыграл Магнитогорский металлургический комбинат. К слову сказать, один из дней конференции будет практически полностью посвящен экскурсии на ММК. Делегаты, представители промышленных предприятий, образовательных учреждений, приехавшие из разных уголков России, а также из Казахстана, Украины, Белоруссии, Германии, познакомятся с новейшими практическими разработками ММК в сфере электростали плавления. В остальные дни пройдут заседания секций.